Ну, теперь о новых деталях убийства Бориса Немцова. Расследованием сейчас занимается Центральная аппарат Следственного комитета. Сегодня же стало известно, что камеры наружного наблюдения в день убийства, 27 февраля, были исправны. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий. Видео уже передано в правоохранительные органы. Тему продолжит корреспондент программы «Веси дежурная часть» Виталий Кармазин. Новая версия убийства. В Немцова могли стрелять не профессионалы, а само преступление готовилось, что называется, с колес. Об этом свидетельствует целый ряд характерных деталей. Выбор места, способа и орудия убийства. Стреляли на оживленном мосту, хотя могли дождаться, когда Немцов дойдет до своего дома на Малой Ордынке и свернет в проулок, где меньше людей. Здесь явно с колес все делалось. То есть место выбиралось с колес. То есть за ним следили. Там в том же губе, может быть, целый день за ним следили. Может быть, даже не один день следили. То есть его явно выводили на этот мост. И, так скажем, спонтанно было принято решение производить именно здесь. Еще одно обстоятельство. Москворецкий мост вообще-то находится под прицелом большого количества камер наблюдения. Да, их съемки не всегда хорошего качества. Иногда бывает неудачным ракурс. Но восстановить примерную картину преступления с помощью этого видео вполне реально. Что в итоге и получилось. На этих кадрах видно, что убийце удалось скрыться за машиной-уборщиком, которая в это же время случайно проезжала по мосту. Водитель спецтранспорта уже рассказал, что не видел убийцу, который прятался за его автомобилем. А что произошло, понял лишь когда к нему подошла Анна Дурицкая. Еще одна деталь, которая говорит в пользу версии того, что могли стрелять непрофессионалы, выбор оружия. Пистолет Макарова самый доступный и недорогой на черном рынке. От него убийца, скорее всего, избавился, сразу же выкинув в реку. Но вот подбор боеприпасов, как пишет газета «Коммерсант», вызвал вопросы у следователей. Четыре патрона, судя по маркировкам, были выпущены Юрюзанским механическим заводом в 1986 году. А еще два – Тульским патронным заводом в 1992 году. Отметим, что срок годности боевых патронов практически не ограничен, если соблюдались определенные условия для их хранения, которые обеспечить при теневом обороте боеприпасов довольно сложно. Если бы это действовал профессионал, и он знал, кого он убивает, такую фигуру, как Борис Ефимович, то, думаю, что профессионал бы не допустил переделки какого-то там газового пистолета в боевое, и не допустил разные гильзы для того, чтобы зарядить свой пистолет. Это первое. А самое главное, мне кажется, что те преступники, которые это организовывали, я думаю, что это высокоорганизованная вот эта ситуация, они хотят просто направить следствие по ложному следу. Возможно, убийцы не знали, в кого стреляли. Вопросы вызывает и тот факт, что киллер не тронул Дурицкую, которая могла запомнить его лицо и приметы. Профессионалы стараются убирать очевидцев, а она главный свидетель. Уже известно, что девушка прилетела в пятницу утром. Немцов с водителем встретили ее и в аэропорту. Весь день влюбленная пара провела на Малой Ордынке. Вечером перед последним ужином в ГУМе политик отправился на интервью, а Дурицкая в СПА-салон, который, по всей видимости, посоветовал ей сам Немцов. Ну, он был нашим раньше клиентом. Да? Ну, да. Ты завсегда требовала? Не завсегда, мы не знали, выходили, да. Возможно, привычка Немцова, его излюбленные маршруты передвижения в данном случае сыграли на руку убийцам. Следователи сейчас рассматривают несколько версий, в том числе связанную с деятельностью Немцова в качестве депутата Ярославской облдумы. Накануне вечером, по данным информагентств, в здании регионального парламента прошли обыски. Расследованием резонансного дела занимается главное следственное управление СКР. За ценную информацию оперативные службы пообещали награду в 3 миллиона рублей. Виталий Кармазин, Антон Губанов, Александр Берибов и Денис Полончуков. Вести.